Десант вызывает огонь на себя. Последние часы боя были невероятно тяжелыми. Об этом свидетельствует поступивший от разведчиков полный драматизм и радиограмма. Противник силу до роты! Даю слева до роты! Веду бой с противником с обеих сторон! Высылайте катер! Справа до взвода! Слева до роты! Накапливаются! Я под минометным огнем! Скоро один из разведчиков были рядом со своим командиром. Юрий Калпинский одной рукой прижимал к себе рацию. Вторая была неестественно вывернута от локтя к спине. Кадыр Тошин тихо стонал и приглаживал руками перебитые ноги. Стершена первой статьи Виктор Комиссаров левой рукой зажимал рану в боку и задумчиво смотрел на еле заметные звезды. Иван Леонов и Василий Павлов перевязывали живот Александру Березкину. «Господи!» — сказал про себя Юневич. «Они даже не думают о смерти! Какие ребята! Родные мои! Мы сделали все, что могли! И даже более того! Мы поклотили немчуру и покрасили снег поганой фашистской кровью! Верю, что не напрасны были жертвы! Придет весна, смоет вместе со снегом кровь с опок! Но нас будут помнить, потому что мы погибаем! За Родину! Победа придет на нашу землю и победителями будем мы! Пусть нет патронов, нет гранат, но есть рация! И мы уведем с собой в могилу еще десяток фашистов! Давайте, родные мои, простимся и попросим Юру! Пусть вызывает огонь на нас!» Разведчики придвинулись к командиру. Он протянул вперед ладонь. На нее легли еще десять ладоней. Кто-то со вздохом произнес традиционный охоп. Колпинский включил рацию. Открытым текстом в эфир полетела последняя радиограмма. «Огонь на нас! Фашисты совсем близко! Нас осталось мало! Живыми не сдадимся! Отовстите за нас! Прощайте, товарищи!»